Елена Кубаевская живет в Оренбурге. Рассказывает, что путешествует еще со студенчества. Посетила Италию, Чехию, Францию, Австрию и другие страны. А в соседнюю Самару приехала впервые. Город сразу поразил своей архитектурой. Елена постоянно фотографировала разные здания. Это заметила одна из прохожих и рассказала о пешеходных экскурсиях, которые проводит детская картина и галерея. К нам просто подошла женщина и сказала, а вы знаете, вот об этом доме, об этой лепке, я была на экскурсии, так замечательно. Вот мы узнали, что здесь такое случайно. Дала нам телефон. И мы сегодня утром договорились и побежали. Это же архитектура, опять-таки история. Вот этот сплав истории, искусства, архитектуры, ну это же вообще замечательно. Так Елена вместе со своим мужем попала на экскурсию не хлебом единым. О культовых постройках Самары рассказывал историк-краевед Александр Житков. Он поведал туристам и любознательным жителям города истории костела, синагоги, староверческих и православных храмов. Если вы видите что-то вроде Покровской церкви, это 60-е, 70-е годы 19 века. У нас определили датировку, если церковь, конечно, не перестраивали, очень легко по внешнему виду. Александр работает в детской картинной галереи около 10 лет. Почти все это время он проводит лекции и пешеходные экскурсии, для которых сам выбирает темы и составляет маршруты. Самара очень интересный город. Еще много чего не исследовано. Моё мнение такое, что краеведческая тема только начинается в Самаре. Сейчас все, что лежало на поверхности, да, мы знаем. Это обработано. Но каких-то вот больших открытий, мне кажется, еще все впереди. Поэтому выстраивать маршруты, построить темы – это очень интересно. Пешеходные экскурсии проходят регулярно. Записаться можно в детской картинной галереи. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. Продолжение следует...